В эфире РБК Омск новости в студии Анастасия Кишмирешкина. Сегодня выпуски. Последнее слово, какое наказание получила меч за убийство своего семилетнего пасынка. Приносим свои соболезнования. Омску больницу скорой медицинской помощи, где пенсионерку похоронили втайне от родных, ждет серьезная проверка. Айртышской птицефабрики уничтожат полтора миллиона птиц. Грозит ли Омску дефицит мяса и яиц? Ограничения сохраняются. Не прокатят ли мечей с открытием аттракционов в городских парках? Суд поставил точку в деле об убийстве семилетнего Максима Шишова в Большореченском районе. В сентябре прошлого года школьника задушил отчим. Сегодня в Омском областном суде Владимир Нетеса выступил с последним словом и услышал приговор. У кого просил прощения подсудимый, какое наказание ждет преступника? Подробности у нашего корреспондента. Владимир, вам ребенка жалко не было? От камер не отворачивается, но на вопросы журналистов не отвечает. Владимир Нетеса, обвиняемый в убийстве семилетнего пасынка, в зале суда ведет себя спокойно, говорит коротко. В последнем слове перед вынесением приговора лишь извинения перед сожительницей. Уложился в минуту, уверяет, убивать не хотел, в садейном раскаивается. Только вот прощения от матери погибшего ребенка до сих пор не получил. Раскаяние и частичное признание вины не повлияло на смягчение приговора. Его подсудимый слушал, схватившись за голову, закрыв лицо руками. Следователи установили, что в сентябре прошлого года, пока сожительница вышла в магазин, Владимир Нетеса решил повоспитывать семилетнего пасынка, а именно научить ровно сидеть, когда делает уроки. Но школьник начал капризничать и сопротивляться. Испугавшись удары ремнем, мальчик вскочил со стула, где ему было велено ровно сидеть, и побежал к двери за помощью, однако споткнулся и упал. Тогда мужчина поднял ребенка, взявшись за пояс и горловину футболки, а затем понес его на диван. Такой захват оказался смертельным. Семилетний Максим умер от удушения. По заключению судебно-медицинской экспертизы, удушение ребенка происходило в течение не менее трех минут. Длительность действий в отношении малолетнего Шишова Максима позволила обвинению утверждать, что действия Нетеса в отношении малолетнего носили умышленный характер. Сам Владимир Нетеса в ходе следственных действий заявлял, что все произошло случайно. Цели убить ребенка не было, однако суд пришел к другому выводу. Теперь сидеть только уже в тюремной камере придется самому воспитателю. Отбывать наказание Владимир Нетеса будет в колонии строгого режима. Суд приговорен Нетесу Владимира Валерьевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом В части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить наказание в виде решения свободы на срок 12 лет с ограничением свободы на срок 1 год. С момента убийства прошел почти год. Все это время Владимир Нетеса провел в следственном изоляторе. Эти 12 месяцев, проведенные за решеткой, зачтут в срок отбывания наказания. А значит, в колонии мужчина проведет 11 лет. Кроме того, мужчине придется заплатить матери убитого школьника полмиллиона рублей в качестве моральной компенсации. Сама Екатерина Шишова на заседание не приехала. О решении суда ей обещает сообщить мать осужденного, которая выслушала приговор вместе с сыном в зале суда. Проведем эксгумацию за свой счет. Главврач БСМП 2 Олег Попов рассказал о ситуации с пенсионеркой, которую похоронили без ведома ее родственников. По его словам, путаница возникла из-за ошибки, возникшей при оформлении документов. Руководитель медучреждения заверил, эксгумацию тела проведут за счет больницы, а внучке погибшей оплатят перелет из Калининграда, чтобы она могла попрощаться с родственницей. Как ранее сообщал наш телеканал, пожилая женщина была госпитализирована с коронавирусом 17 июля. После этого медики контактировали с ее сыном, чтобы взять у него тест на COVID-19. Соответственно, знали адрес проживания пенсионерки. Кроме того, родственники звонили в больницу с вопросами о состоянии здоровья женщины. И им на протяжении полутора месяцев отвечали, что состояние стабильно тяжелое. В конце августа выяснилось, пенсионерка умерла еще 31 июля. Ее уже похоронили без ведома родных. Мы выстроили всю цепочку событий, начиная от поступления пациентки в стационар. На момент заполнения истории болезни женщина значилась как одинокая. И иными сведениями на тот момент мы не обладали. Позже родственники общались с врачами и оставляли номер телефона, по которому можно было бы с ними связаться. Сейчас установлены сотрудники, допустившие нарушения в заполнении данных пациентки и не предпринявших мер к извещению родных. К этим специалистам будут применены меры дисциплинарного взыскания. Мы приносим родным нашей пациентке самые глубочайшие соболезнования. Возьмем на себя все расходы по перезахоронению тела, а также оплатим перелет внучке, чтобы она тоже смогла попрощаться с близким человеком. Визита Росздравнадзора медучреждению не избежать. По поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко, надзорный орган проверит качество и своевременность оказания медицинской помощи пожилой жительнице Умска. Ранее с семьей пенсионерки уже встретилась министр здравоохранения Умской области Ирина Солдатова. Она выразила соболезнования родственникам умершей и поручила руководству ГСМП номер 2 самостоятельно провести проверку в медучреждении. Цитата. «Досконально разобраться в том, почему при наличии родственников человек был предан земле как одинокий». Конец цитаты. Отмечу ранее, в Минздраве заявляли, что работники больницы не раз звонили родственникам пенсионерки, однако связаться с семьей пациентки не удалось. Сработали оперативно и профессионально. Неизвестный российский хирург Леонид Рошаль выступил в поддержку умских врачей больницы скорой медицинской помощи номер один, которые занимались лечением оппозиционного политика Алексея Навального. Кроме Леонида Рошаль, поддержку медикам выразили целый ряд уважаемых врачей и ученых не только из России, но и Европы. В Италии вышло расследование, посвященное действиям умских врачей. Эксперты обращают внимание, что за 44 часа умские медики провели 8 биохимических анализов, 11 анализов крови, 5 электрокардиограмм, 25 тестов на глюкозу, 4 общих анализа, а также МРТ. Врачи не только спасли жизнь блогеру, но и стабилизировали его состояние, благодаря чему стала возможна транспортировка политика в немецкую клинику Шерите. Время подготовки пациента для перевозки незначительно затянулось. Медики видели риск для жизни политика при перелете. Это дало повод сторонникам блогера для негативных заявлений о пребывании Навального в Омской БСМП номер один. Впрочем, благодарности за свою работу омские врачи все же надеждались, но только от московских коллег. При этом Леонид Рошаль высказал мнение, что когда Алексей Навальный выздоровеет, он не забудет сказать спасибо врачам. В ответ омичи поблагодарили коллег за поддержку. Мы никогда не могли и предположить, что к нашей работе будет приковано столько внимания. Коллектив больницы просто выполнял свой профессиональный долг, не вдаваясь в политику, невзирая на довольно накаленную атмосферу вокруг этой истории. Мы благодарны нашим коллегам за слова поддержки, за высокую оценку нашего труда. Когда слышишь, что Леонид Рошаль согласен с твоими действиями, это дорогого стоит. За последние сутки диагноз COVID-19 поставлен 41 человеку. Общее число заболевших по региону с начала пандемии – 9282. Количество выздоровевших пациентов за последние 24 часа увеличилось на 100 человек. Таким образом, тех, кто победил, болезнь уже 7030. А это 75,7%, сообщают в Минздраве. Впрочем, продолжают увеличиваться и статистика летальных исходов. За сутки от коронавируса умерли 4 пациента. За весь период эпидемии в Умской области скончались 193 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19. Со 2 сентября в городских парках открываются уличные аттракционы. Посетить их можно в масках и при соблюдении социальной дистанции по рекомендациям Роспотребнадзора. Решение приняли власти на оперативном штабе. До назначенной даты специалисты проверяют безопасность развлекательных комплексов и готовят их для встречи с посетителями. Наша съемочная группа отправилась в парк 30-летия в ЛКСМ. Сегодня аттракционы проходят последний этап подготовки к открытию, которая из-за пандемии задержалась на три месяца. На заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом власти дали разрешение на запуск уличных развлекательных площадок, но с оговорками. Будут открываться аттракционы, где есть возможность обеспечить социальную дистанцию. А те аттракционы, например, как детские батуты, где есть все-таки скопление детей, открываться не будут ввиду того, что именно обстановка пока это делать не позволяет. Соответственно, сейчас идет работа с Роспотребнадзором по согласованию правил всех и требований. И еще раз повторяю, что мы со стороны парка готовы обеспечить все требования Роспотребнадзора. Кроме социальной дистанции, мечам придется соблюдать и масочный режим. Гулять по территории парка можно без масок, но вот на аттракцион без средств индивидуальной защиты не пустят. Проверять их наличие контролер будет на входе. Для взрослых маска обязательно. А вот нужно ли носить маску детям, пока неизвестно. По словам директора парка, информация появится ближе к открытию на входной группе и на сайте. К старту аттракционов посетители относятся положительно. Но вот насчет масочного режима мнения разделились. Наверное, маски в закрытых помещениях, скорее всего, на паруселях. Тем более тут социальная дистанция выдерживается. Я думаю. Если необходимо масочный режим, пускай он будет. Главное, чтобы открылось и люди немножко расслабились в этой ситуации. Потому что вот это состояние, оно все равно давит. Давит эмоционально. И то, что детям негде позаниматься летом. Мы все же в садики ходят. Мы только за. Если не есть необходимость, мы готовы постоять в маске. Пока правила посещения не утвердили, техники заканчивают свою работу. Специалисты осматривают аттракционы на наличие дефектов. Кроме того, конструкции промывают от грязи и смазывают специальной жидкостью. Поменяли заборы по регламентам для безопасности. Так, что еще, какие моменты. Все, что были возможности, что улучшить, все мы улучшали. Все технические аттракционы исправны. Осмотр каруселей и качелей – мера скорее профилактическая. За три месяца простоя все аттракционы проходили обязательную проверку раз в 30 дней. Так что их состояние вполне удовлетворительное. Чего не скажешь о финансовой составляющей. За время пандемии омские парки едва не стали банкротами. Пустые кассы могут не лучшим образом сказаться на цене билетов, вздыхает директор парка Илья Очкин. Скорее всего, цены придется поднимать как минимум на 5 процентов, чтобы закупить маски и санитайзеры. Они теперь должны быть в каждом экстренном боксе. Что касается время работы аттракционов, все теперь будет зависеть от погоды. Некоторые из установок можно эксплуатировать только до плюс 5 градусов. А другие выдерживают понижение температуры до минус 10. Настоящий куриный геноцид в Омске уничтожат свыше полутора миллионов несушек на птицефабрике Сибирска. Вспышка птичьего гриба. На предприятие ввели карантин. Соответствующий указ уже подписал губернатор Александр Бурков. Руководство и коллектив артышской птицефабрики обратился к жителям Омской области. Карантин они назвали, цитируем, форс-мажором. Принесли потребителям извинения за доставленные неудобства и пообещали сделать все возможное для того, чтобы в кратчайшие сроки выйти на прежний режим производства. Министр сельского хозяйства Николай Дрофа отметил, что приостановка работы одного из крупнейших поставщиков яиц в регионе не отразится на Омском рынке. Эртышская птицефабрика поставляет более 60% продукции, однако дефицита куриного мяса и яиц и как следствие роста цен на эту продукцию никто не допустит. В Омской области есть несколько работающих птицефабрик, также уже ведутся переговоры с поставщиками из других регионов. Судьба дендрологического сада предрешена, но уверенные мечи в соцсетях жители города жалуются, якобы региональные власти уже начали готовить почву для застройки той части парка, на которой в областном правительстве планируют изменить статус. В качестве подтверждения выкладывают фотографии, на которых разрыта земля и следы колес крупногабаритной техники. Ранее Александр Бурков в своем инстаграме писал, что статус земли меняют исключительно для возможности переобразить заброшенную часть дендросада, благоустроить пешеходные дорожки и зоны для отдыха. Действующая норма запрещает проводить даже озеленение в Министерстве природных ресурсов. И экологии заявляют, строительные работы действительно ведутся, но не на территории дендрологического сада, а на соседних участках, которые принадлежат частным лицам. На защиту зеленых насаждений вышла и правнучка омского агронома Герберта Гензе, который участвовал в создании дендрологического сада. По словам Полины Мельникова, ее прадед трудился над созданием парка около 40 лет. Девушка просит всех неравнодушных прийти на общественные слушания по смене статуса части дендрологического сада, который назначен на 3 сентября в здании регионального Минприроды. Все желающие могут ознакомиться с проектом, обсудить его и озвучить свои предложения. Только подумайте, больше сотни видов деревьев и кустарников, белки, карпы, куропатки прямо в сердце Омска. Не дайте этому погибнуть, не дайте превратить город-сад в город-завод и город-торговый центр. Не дайте закатать пруды с утками и андаторами в асфальт. Это наш город и наше наследие. Бесплатное горячее питание для школьников, возврат страховки по кредитам и банкротство через МФЦ. Стало известно, как изменится жизнь россиян с 1 сентября. Нововведения коснутся работы образовательных учреждений. Новоучебный год в школах и вузах начнется без традиционных линейок из-за угрозы распространения коронавируса. Классы и аудитории будут постоянно дезинфицировать, а занятия максимально разведут по времени, чтобы снизить контакты между учащимися. Кроме того, школьники младших классов начнут получать бесплатное горячее питание. С начала осени малоимущие россияне смогут проще и быстрее оформить банкротство. По новым правилам гражданин может подать заявление МФЦ в своем городе. Ранее закон предусматривал оформление банкротства для физических лиц только через обращение в арбитражные суды. Также снижена сумма долга, при которой можно признать себя финансово несостоятельным с 500 до 50 тысяч рублей. Хорошие новости для тех, кто планирует в ближайшее время рассчитаться по своим долговым обязательствам. С 1 сентября клиенты банков смогут претендовать на возврат страховки по кредиту при досрочном погашении займа. А вот рассчитывать на повышенные пособия по безработице россияне, потерявшие исходный источник дохода во время пандемии COVID-19, больше не смогут. В сентябре отменяют коронавирусные доплаты. В Омской области, по официальным данным, на бирже труда сейчас зарегистрировано 54 тысячи человек. Уровень безработицы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос больше, чем в три раза. Как изменилась ситуация на рынке труда во время пандемии коронавируса, мы поговорили с экономистом Евгением Капогузовым. Смотрите интервью сразу после выпуска новостей. Гонял по встречной, нарушал скоростной режим, играл в шашки на дороге и показывал другим водителям неприличные жесты. Так охарактеризовали в ГИБДД участника ДТП, в котором пострадал 11-летний ребенок с особенностями физического развития. Авария произошла на улице 1-я трамвайная. По предварительной версии, 29-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения врезался в другой автомобиль, после чего слетел с дороги и протаранил забор частного дома. Историю активно комментируют в социальных сетях. Амичев возмутил рассказ родственницы пострадавшего ребенка. По ее словам, виновник Аварии даже не принес извинений. Семье отказался от освидетельствования на признаки алкогольного опьянения. После ДТП сел в машину своих друзей и уехал. Явно продемонстрировав, что не боится наказания, а с некоторыми сотрудниками ДПС, по словам потерпевших, он общался вполне подружески. Как и ПДД уверяют, виновный будет наказан по всей строгости закона. Водитель, известный как Санек, уже имеет ряд нарушений. В 2019 году в своих соцсетях он выкладывал видеоролики, на которых, пренебрегая ПДД и безопасностью других участников движения, на высокой скорости выезжает на встречную полосу и подрезает другое авто. На счету у Санька внушительное количество штрафов. По словам пресс-секретаря госавтоинспекции, ведомство сейчас собирает доказательную базу для лишения лихача прав за вождение в нетрезвом виде и судебного разбирательства за причинение вреда здоровью семьи, амичей пострадавших в ДТП. В отношении водителя за последние два года, за 19-е и 20-е, ну и часть 20-го года, уже возбуждено 223 административных правонарушения. По факту, вернее, на месте ДТП в отношении его возбуждено 4 административных материала. В последующем, когда будет установлен вред причиненной здоровью несовершеннолетнего, который стал участником дорожно-транспортного происшествия, будут приняты процессуальные меры. Водитель от ответственности в 100% не уйдет. Почти половина таксистов в Омске работают нелегально. Начиная с июня состоялось более 500 проверок, в ходе которых выявлены 323 перевозчика, не имеющих лицензий. Об этом сообщают в департаменте безопасности мэрии. Кроме того, сотрудники полиции продолжают проверять таксистов на наличие разрешающих документов, а также соблюдение ПДД и санитарных норм. В мэрии объясняют, нередко таксисты нелегалы становятся виновниками ДТП и грубых нарушений правил дорожного движения. Кроме того, часть водителей перевозят пассажиров на технически неисправных автомобилев, могут находиться в состоянии алкогольного опьянения или наркотического, а также пренебрегают новыми санитарными нормами – ношением масок. Напомню, ранее в городадминистрации заявили, что намерены взять под контроль городской рынок такси. Особенно опасными для общества в ведомстве считают водителей, не устроенных официально в таксомоторной компании, но подключенных к их приложению. По данным Департамента безопасности, ежедневно по Омским улицам курсируют порядка 10 тысяч такси. Из них только 2500 водителей имеют полный пакет разрешительных документов на официальную работу. Остальные 7500 нигде не зарегистрированы. По мнению вице-мэра Олега Зарембы, решить проблему поможет создание таких условий, чтобы таксистам-нелегалам захотелось выйти из теневого рынка. И это все новости на сегодня. В студии была Анастасия Кишмирешкина. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Анастасия Кишмирешкина.